Так закончился круиз по Средиземному морю, который совершал самый шикарный лайнер Европы. Коса Конкордия получила пробой, но длиной более чем в 70 метров. Она накренилась уже более чем на три четверти и быстро уходит под воду. Спасательная операция не прекращалась всю ночь. С борта корабля эвакуировали более трех тысяч пассажиров, еще около тысячи человек персонала. Сейчас в каютах ждут еще несколько сотен человек. Люди в панике, у многих из них серьезные травмы. Их эвакуируют с помощью спасательных шлюпок и судов береговой охраны. Задействован вертолет. В эти минуты спасатели осматривают корабль, но их работу затрудняет огромное количество воды, которая заполнила три четверти судна. Известно, что лайнер имеет более двух тысяч кают, и, увы, ко многим сейчас из них просто не подобраться. Шикарный лайнер сел на мель у острова Джильо в Тоскане около полуночи по Москве. Огромное судно весом в 112 тысяч тонн и длиной в 290 метров днищем задело песчаную отмель и накоренилось сперва на 20 градусов. От сильного толчка несколько пассажиров, гулявших по палубе, выпали за борт. Один из них, 70-летний старик, скончался мгновенно от сердечного приступа. Судьба других неизвестна, но спасатели делают неутешительные прогнозы. Люди провели в ледяной воде уже более 12 часов. Всего на данный момент известно о 8 погибших. Пострадавших десятки, двое из них получили тяжелые ранения. Среди пассажиров большинство итальянцев, но много и иностранцев, испанцев, французов, японцев и несколько индийцев. На борту было несколько россиян, но пострадал ли кто-то из них пока неизвестно. Власти едва справляются с небывалым для острова наплывом людей. Пострадавших размещают везде, где только возможно. В гостиницах, школах, детских садах и даже церкви. Их всех с легкостью вмещала Конкордия, настоящий плавучий город. На его палубах размещались оздоровительный центр, два крытых бассейна, рестораны, концертные залы, магазины и парикмахерские. Управляющей компанией Коста Круизос принадлежит еще пара, как две капли воды, похожих на Конкордию лайнера. О причинах крушения там пока говорить отказываются.